всем привет это канал разговор с богом сегодня я хочу вам рассказать развитие тела в эзотерике тела развиваются по 7 лет мы можем сказать также как семилетки в общем то получается начальное тело приобретенное нами и слои которые неразвитые развиваются вместе с нами как мы растем и приобретаем новые возможности нашего тела и защитных слоев первоначально мы у нас появляется физическое тело она развивается растет и мы развиваем ну конечно развивается не только телесное но и умственное и все остальное но в эзотерике развитие полное развитие происходит 7 летками на картинке мы видим маленького ребенка ему все год и он пытается двигать отталкивать мяч это уже начало нашего развития физические движения каждый раз когда мы начинаем развиваться мы делаем какие-либо движения неважно физическое движение либо умственное и другие следующая картинка это семилетний ребенок тут уже видим он уже движение у него более развиты чем у годовалого ребенка и вот в семилетний ребенок уже достиг развития почему в эзотерике физика развивается что она говорит говорит о том что потребность для физического тела это всегда энергия пополнения энергии пополнения энергия производится при помощи еды и первоначально мы ищем еду если мы дальше не будем развиваться мы будем постоянно хотеть есть и все остальное тут показано полное развитие физического тела из начального исторического развития то есть 7 лет происходит каждое развитие наши слоев и и получается 49 лет кто сможет достичь полного развития тот будет совершенным человеком но к сожалению на сегодняшний день таких людей пока нет есть достигшие 5 развития то есть духовного развития но не более того тут мы видим развитие нашего второго слоя тонкого многие называют это аура в прошлом видео у меня было такое специальное видео аура кто не видел посмотрите и это называется эфирное тело я в одном из видео показывал про тела быстрый обзор сегодня я говорю о том как развити идет происходит поэтому мы быстрый обзор не будем делать для чего нужно эфирное тело и чем она питается эфирное тело питается в эзотерике в эзотерике она выходит когда мы спим и в основном мы когда медитируем также мы выходим из эфира из физического тела первоначального это первый первый выход из нашего телесного физического тела и многие боятся этого совершать но это по первое конечно все страшно но после происходит легче но каждый кто хочет заниматься эзотерикой всегда нужно пробовать делать ВТО то есть выход тела из физического тела вот это слой наш второй слой который защищает от многих воздействия на наш организм и если первоначально мы можем в принципе воздействовать на него так как чтобы не воздействовать на физическое тело если мы конечно этим будем заниматься но никто конечно этим не занимается многие конечно и не верят в это но тем не менее уже тепловизоры созданы и некоторые вещи которые видят слои наши но не все поэтому это первый наш защитный слой который защищает нашу и также он развивается 7 лет то есть до 14 лет что эфирное тело это по-другому оно сексуальное тело это развитие в общем-то сексуальности и вот так сказать астральное тело астральное тело как и в прошлом видео я может быть повторюсь скажу о том что мы выходим в астрал это параллельная проекция нашего мира но чуть-чуть другого мира мы мы практически заходим в духовный мир но не совсем духовный мир объяснить это сложно для не занимающих людей эзотерика по-другому астральное это умственное интеллектуальное тело то есть также она развивается в семь лет интеллекта и развитие происходит до двадцати одного года поэтому для в общем-то обдуманных вещей лучше происходить после двадцати одного года ну как знать каждому в принципе свое время ментальное тело ментальное тело ментальное тело дает нам возможности сверх естественно оно по-другому еще называется парапсихологическое тело нам уже дается возможность ясновидение поведение за пределами возможного человечества она питается в общем-то нашими способностями с помощью способностей которые проявляются со временем способности может быть различные и каждый раз может добавляться новое также развитие происходит в течение следующие семилетия и мы развиваемся до двадцати восьми лет с помощью этого но знаете о том что не каждый может достичь четвертого развития слои у каждого человека есть эти слои но не каждый развивает их вот и все духовные это пятый этап развития наших тел обретая духа мы можем связываться с духами ну понятно она и от этого слова идет в принципе путешествие происходит уже полностью мы научились выходом телесного и духовное и мы способны способны в общем-то общаться с духами не только живыми но и мертвыми духами на расстоянии и многие вот такие вещи и питаться также выходами с телесного но развитие духовное это уже ближе божественно также я забыл сказать то что многие тела они в общем-то как говорится они могут быть и мужского и женского рода поэтому если говорить о физическом теле физическом теле мы рождаемся в своем теле то есть мужское или женское если вы родили женщина значит вы женщина если мужчина значит мужчина а эфирное тело уже получается что она если вы мужчина значит она женская если вы женщина значит мужскую дальше идет астральное тело которое которое тоже подразделяется получается но астрально уже все по правилам идет если вы мужчина значит она мужская если женская женщина значит женская и потом идет ментальное тело она тоже начинается наоборот все но если вы поняли я правильно объясню значит вы поняли а духовная духовная она уже идет без каких-то бы она и не женская и не мужская то есть она уже высшей божественности идет космическое тело до духовное тело тоже до 35 уже получается развитие и последний срок 35 лет если вы не успели развить него но вы можете развивать и больше не каждые 7 лет если это просто люди которые серьезно занимаются эзотерики тот может и быстрее развить но в общем-то такие вопросы но минимум минимум до 7 лет максимум может и больше развития может и вообще не развиться до духовности а тут мы видим космическое тело тут уже развитие происходит до космическое состояние то есть мы можем уже путешествие не только в духовном мире но и в иные мира и другие планеты и возможности у нас больше силы питания космическая вот от космоса питаемся в принципе даже уже развивав эфирное мы можем питаться от космического тела но когда мы развиваем космос мы уже больше силы можем питать на себя вот и все и тоже она развивается в течение семи лет и получается то что с 35 уже до 42 мы развитие происходит возможно вы не развивете это тело защитного слоя тела кто знает может быть вы достигнете и такого возможности а когда достигается последний слоя тела в физическом мире это нирвана то есть мы уже соединяем все тела вместе и соединяемся ближе божественности становимся здесь мы можем все мы живем в этом мире но мы уже во всех мирах вот так соединяется все энергия и питаемся энергией божественной мы сами становимся практически и у нас тут уже идет да я забыл сказать что на шестом этапе у нас есть выбор и либо мы соединяем уходим соединяемся с богом либо мы становимся сами богом но выбор за вами а если вам понравилось мое видео ставьте лайки делайте комментарии и как всегда я буду создавать новые интересные видео также ставьте дизлайки и не забывайте кто не подписан на мой канал подписывайтесь кто впервые смотрит мое видео обязательно посмотрите старые видео и так же подписывайтесь с прощаюсь с вами все ссылки которые на инстаграме или наша группа будет в описании до новых встреч